Самое приятное, что став космонавтом, я почувствовал, что я отличаюсь от вас тем, что мы все с вами знаем, как устроен космос, как и наши планеты. Знания Вселенной у всех и у меня тоже есть. Но вы это знаете, а я это видел. И вот в этом большая разница. Видеть Землю со стороны и знать, что она такая, это две большие разницы. Я видел Землю, она такая же круглая, как глобус, ничего нового здесь я не приобрел. Но через пару месяцев я вдруг себя поймал на том, что мне некомфортно смотреть на эту Землю. Вот если бы я увидел, что там под этой Землей эти черепахи стоят, эти слоны, которые держат Землю, я бы сказал, вот это нормально. А когда ты видишь, что она не стоит ни на чем, и ты видишь это, и видишь, если она не стоит, то она куда-то падает, а падает она, как глянешь вот в эту бесконечность, становится страшно. И теперь оказывается, знания наши все о том, что Земля куда-то падает, и видение этого совершенно разные вещи. Меня это пугает, вас это нет. Потому что, что бы я ни говорил, вы говорите, что Земля неподвижная, она вот такая твердь, мы по ней ходим, и ничего с ней не случится. Другое ощущение от полета, это то, что для вас фактически мир – это тот земной шарик, на котором мы живем. Мы все оперируем такими понятиями, как я еще там не был, я еще там не был, а я поеду там, там поучусь, там поработаю. Но все это на поверхности Земли, все это, и мы говорим, вот он наш мир, и его надо вот весь-весь-весь исходить, и стопать, и так далее, и так далее. Он для вас мир. И вдруг, а я увидел другой мир, который значительно больше, чем эта Земля, и я понял, что вот это менее интересная часть нашего мировоззрения, а более интересная – это то, что вот снаружи происходит. Там масса неизвестного, в принципе, там вообще все неизвестное, все страшное, вот, и вот то надо изучать. Я, опять же, увидел еще то, что вот мы живем вот в этом мире, и мы думаем, что нам здесь все делать можно. Мы можем строить заводы, которые портят у нас экологию, мы можем еще что-то такое сделать, что вредит здоровью и так далее. Потому что мы всегда найдем другие места на Земле, где можем отдыхать, дышать свежим воздухом. А когда я увидел, что вокруг Земли вообще ничего нет, что жизнь наша только по поверхности расположена на Земле, и любой отъезд в сторону для человека неприемлемый, то есть он погибнет там, и на многие-многие-многие километры, и, может быть, даже там миллиарды-миллиарды-миллиарды километров, там для человека – это зона смерти. И мы живем на неком таком островке, и мы на этом островке живем, и мало того, что портим все здесь. Ведь плохо нам станет, мы же форточку не откроем у этой планеты, мы будем жить в том, что мы делаем. И вот здесь вот эта аналогия, что Земля – это дом для людей, и из этого дома мы выбраться не можем, она сидит в моей голове, я не скажу, что она радует. Потому что очень хочется думать о чем-то хорошем. Вот это результаты полета.